сегодня мы посмотрим на сопряжение помпы автопилота с компом автопилота но посмотрим в этот раз не вслепую а с использованием вот этой приблуды вольтметра может быть посмотрим на ток пока еще не знаю вот это вот приблудину я заготовил специально для удобства теста помпы прокачки системы и вот в данном случае посмотреть что делает комп я чуть подробнее расскажу позже что именно мы будем смотреть про эту приблудину смотрите отдельный видос также про серию из трех видео про прокачку про все процедуры прокачки в общем в плейлисте все будет много чего есть посмотреть здесь мы просто пользуемся это шим модули это просто набор коннекторов сейчас сюда кстати надо еще вот там вот 12 вольт не это не надо ошибся это для других целей надо сюда вот подключить собственно наш вклин который мы делаем между помпой автопилота и компом там в подробностях не показываю потому что опять же это в других видео покрыто вы можете все посмотреть у меня сюда я вклиниваюсь у меня здесь написано что если используешь внешнюю напругу чтобы помпой управлять то не забудь отключить комп вот сейчас мы не используем поэтому мы вот сюда вот просто вклинились будем смотреть на вольтаж и в реале часть комиссионинга это та часть которая по настройке виртуального рудер фидбэка то есть в автопилоте в installation док сайта у нас виртуальный рудер фидбэк то есть у нас нет рудера это будет называться в рф калибрейшн автопилот док сайт комиссионинг первым пунктом он предлагает просто отцентровать колесо чтобы был мотор по центру это я сейчас делаю и переходим к некст и вы видели следующим шагом он спросил повернулась ли да он при попробовал применить какую-то на пробу совсем маленькую я даже это не зафиксировал не успела здесь тем более точнее здесь тем более вот это какое-то маленькое мы здесь говорим нет он с этим же маленьким попробует повернуть теперь в порт налево снова нужно будет ответить нет и суть процедуры будет такая что надо несколько раз отвечать нет 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 пока не будет очень хорошего такого движения так вот это вот хорошее движение это применение вольтажа побольше я хочу посмотреть просто на то какие конкретно вольтажи он будет при этом применять если мы ответим да при маленьком вольтаже то потом начнутся проблемы особенно на скорости ему не будет хватать сил повернуть мотор в принципе как я потом выяснил вот это вот дело она настраивается потом позже в процентах мы это наверно тоже потестируем ладно не буду забегать а то сейчас вам наверное непонятно сейчас я отвечаю сейчас несколько раз буду отвечать нет и показывать здесь там экран без комментов там Продолжение следует... 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 Ответил yes, он это считает уже большим вольтажом, получается. Хорошо, да, мы подтвердили, окей, можно. Сейчас вот можно, кстати, упомянуть, да, то есть суть, почему мы хотим как-то там с вольтажом играться, а не просто всегда 12 рулить. Потому что, чтобы не было перегрева и расхода батареи. Все просто, вот и все, в принципе. Почему мы не хотим маленьким вольтажом? Ну, потому что ничего не будет получаться. Значит, следующим шагом было, он предложил повернуть до упора направо, что я и сделал. А следующий шаг, это вот будет, что я должен держать кнопку и отпустить ее, когда он докрутит долево. Вот здесь вот будет очень интересно смотреть и на вольтажи, и главное на ток в упоре. Потом я должен буду кнопку отпустить, и он должен будет его докрутить ровно в середину. Если это не получится, то плохо. Смотрим. 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 Ну и смотрите, ничего не получилось. Хотя все завершено. И мы видели аж 9 вольт, когда он крутил на одну сторону. И всего лишь 4, когда он пытался вернуть. Здесь мы что-то видели потоком. Это надо будет мне на видео потом проанализировать. Сингл триггер я здесь не захотел настраивать. И по звуку, мы слушали в этот раз по звуку, да? По звуку я отпускал кнопку, потому что мне нужно было и здесь наблюдать. А там я знаю, что звук поменяется. И по звуку мы слышали, что в обратку он не смог сразу разлочиться. То есть там было... Классно, да, изобразил? В общем, по звукам я понимаю, что он там застрял в обратку. Это плохо. И он не вернулся в середину. Но интересно, где-то я читал, что в принципе есть там какой-то даже баг с этим делом. То есть в принципе можно сказать, да, что у нас все готово. Сейчас мы, кстати, посмотрим, какие он настройки при этом поставил. Но я думаю, ничего у нас не готово. И вообще я, честно говоря, этот виртуальный фидбэк не очень понимаю. Вот такой вот поворот событий. И буду думать, что вам показать дальше. Но если говорить про процедуру комиссионинга, я ее в принципе вам показал. И показал, как я использую эти риги для, эти приблуды для мониторинга. А вот как решить уже эту проблему, это уже, ну не знаю, наверное, надо и в этом видео тоже делать. Посмотрим. Может быть догонять до того, чтобы максимально он 12 применял. Посмотрим. Вернулся с рыбалки, все потестил, пересмотрел записанное. Понял, что надо делить, наверное, аж на три части. Но только что вы видели настройки. Вы видели 69% минимальный output, 70% максимальный. Давайте просто остановимся на 70%. 70% значит прикладывает в вольтажа, грубо говоря. Не грубо говоря, нормально говоря. Ну там же широкоимпульсная модуляция, да. Вольтметр не очень идеальный вариант это смотреть. Но если бы я вам показывал импульсы, ну мало бы кто, наверное, понял. Что мы видели, да. Да, мы видели при калибровке, значит, 70% он эти применил в одну сторону. Значит, когда крутил в порт, да, крутил. Правильно? Да. Вот. А в обратку он не применил эти 70%. То есть он не применил тот же вольтаж. Это баг. Я его четко вспомнил, что я о нем читал. Тогда еще как бы слабое представление имел. А теперь я его увидел, и я точно знаю, что это баг. Так, ему будет посвящена вторая часть. Если вы подписаны, то получите уведомления. Возможно, я эти части одновременно опубликую. Но в этой части, как я вам уже упомянул, я показал саму процедуру, что она собой представляет. Можно ли с этим жить? Ну давайте про спойлерю. Можно, да. Это, наверное, будет третья часть по поводу самого этого виртуального фидбэка. О том, ну вот как все-таки там это правильно настроить, центровальный центр, короче. Значит, и также во второй части мы сделаем заключение о том, что же все-таки собой эта процедура представляет. Вот какая ее основной сок ее. И можно ли, по-моему, я уже сказал, можно ли жить с тем, что мы ее вот так вот закончили плохо. В общем, в этом это видео было посвящено самой процедуре. Как она выглядит, что она собой представляет. И на этом все. Смотрите вторую, смотрите третью часть, когда будет. Давайте, пока.